Медленно, шаг за шагом и тщательно проверяя каждый пятачок земли под ногами. На поле у села Александровка, это западная окраина Донецка, сапёрный взвод прочесывает территорию. Мы идём следом, стараясь держаться строго позади. Вам от меня вообще ни на каком расстоянии не безопасно находиться, только за мной. И идти шаг в шаг, наступать, то есть туда, куда наступаю я. Вот это безопасно. А вообще лучше всего находиться за этим пулем. Наткнуться на опасную находку здесь проще простого. Эти места усеяны неразорвавшимися боеприпасами. Ещё совсем недавно тут гремели бои между силовиками и ополченцами. Это поле фактически находится на границе территории, контролируемой войсками Донецкой Республики. Всего в двух километрах отсюда, в той стороне уже украинский блокпост. Во время боевых действий разминировать территорию на передовой было невозможно. Сейчас тут не стреляют, зато выросло число несчастных случаев. Война забывается, люди теряют чувство опасности и начинают разгуливать там, где ещё недавно не решились бы. Раз в неделю по-любому кто-то что-то где-то находит. Здесь бои не прекращались ещё с самого начала. Сейчас пока тишина. Тем временем потихонечку всё собираем. Чёрно-белой лентой поле расчерчено на квадраты. Сапёры идут по нему уступом. Это когда взвод растягивается в длинную цепь. Каждый следующий идёт позади и в стороне от своего товарища. Если с кем-то случится несчастье, других задеть не должно. Основной инструмент даже не миноискатель, а обыкновенный щуп. Здесь есть осколки от других мин. Металлоискатель будет реагировать на осколки постоянно. То есть он в принципе здесь как бы бесполезен. А иногда и вовсе встречаются мины в пластмассовом корпусе. Правда здесь они отыщутся вряд ли. Украинские войска сюда не дошли, лишь засыпали территорию снарядами. Их-то и находят чаще всего. Вот и здесь сапёры подают знак «Остановиться». Найден снаряд от противотанкового гранатомёта. Скорее всего стреляли с той стороны. Он не разорвался. Вот вы видите, что он частично в земле. Там находится колпачок. Он же ударник называется. Из-за которого происходит детонация самой ракеты. Это осколочно-фугасная ракета. То есть стреляли, вероятнее всего, по блокпосту, по пехоте. Неподалёку найден ещё один снаряд. Выкапывать их нельзя. Могут взорваться. Уничтожать придётся прямо здесь. Рядом с боеприпасами укладывают 400-граммовые тротиловые шашки. К ним протягивают провода. Место находки помечают красным флажком и просят всех отойти на безопасное расстояние. Первый взрыв. И второй. Степень опасности находок можно оценить по следам, что остались после взрыва, на стоявшей рядом металлической табличке. Вот сюда попал осколок в флажок. Тоже самое прилетает в живую силу. Здесь теперь безопасно. Но сколько ещё таких подарков в Донецких полях, никто не берётся даже предположить. На то, чтобы очистить от мины снарядов всю территорию Донбасса, может уйти не один десяток лет. Павел Краснов, Игорь Крецков и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Донецк.